Работа здесь ведется круглосуточно. Непосвященному может показаться, что идет строительство, но это просто свалка грунта. Все, что могут члены инициативной группы, только наблюдать, как уничтожается один из живописных уголков видного и писать, писать, писать в различные инстанции. По нескольку раз мы прошли эти круги и, наконец, мы получили окончательный ответ прокуратуры Московской области, в котором написано, что выданы все предписания прокурорского реагирования, что должны быть все работы остановлены. Но, к сожалению, ни прокуратура, ни природоохранная прокуратура, ни Роспотребнадзор, ни административно-технический надзор не могут остановить это безобразие. Одна из главных проблем в том, что собственник территории, коммерческая организация, отдала эти земли в аренду частному лицу, и тот, пользуясь лазейками в законодательстве, игнорирует все предписания. Бюрократическая машина же вращается слишком медленно. Министерство экологии Московской области, министерство ЖКХ выезжало на этот объект. Но мы видим, что в настоящее время работы продолжаются, стучимся во все надзорные органы, так как эта территория не муниципальная, это территория частной собственности, то есть распоряжается ей, естественно, собственник. Работы проводятся в критической близости с речкой Бицей. Ведновчанки Татьяна Бочкарева и Инна Смирнова показывают знакомые с детства места. Родник, пологий берег реки и сейчас пользующиеся популярностью у рыбаков и местных ребятишек тропинки и овраги. У нас осталась вот эта вот красота. Тут гуляют люди с детишками, с собачками, проводят время, воздухом дышат. Ведь у нас уже от этих застроек, я не знаю, скоро уже заболевание началось. И все это находится под угрозой уничтожения. Когда-то местные жители планировали не только сохранить этот уголок природы, но и благоустроить его. Но у земли изменился вид разрешенного использования. Теперь на этом месте можно строить только объекты торговли. Когда мы начинали этот проект три года назад, здесь был другой вид разрешенного использования. Здесь была рекреационная зона, которую мы, в общем-то, и изобразили здесь какими-то, да, центрами небольшими. Скидный генплан благоустройства, зонирование. Здесь предполагались, ну, несколько видов дорожек. Это, ну, пешеходная рекреационная зона, это зона для активного спора. Здесь предполагались какие-то пирсы, причалы и, возможно, там, сцены летние с кинотеатром при водных зонах. Суждено ли когда-то этим планом сбыться? Рядом с тем местом, где сейчас ведутся работы, расположена еще одна гора грунта, завезенного ранее. И она стала весьма серьезным препятствием для строителей долгожданного выезда из шестого микрорайона. Потрачены дополнительное время и деньги. Ну, выбрались в кучу. Когда проектировали, кучи не было. Когда землю выбирали, кучи не было. Начали строить, каким-то образом какие-то мошенники налозили туда кучу земли. Мы ее ликвидировали, надо три месяца ее выбирали. 30 тысяч кубов. Неравнодушные жители почти каждый день ходят на место проведения работ, чтобы зафиксировать очередные нарушения. К решению проблемы подключился и представитель депутатского корпуса. По его мнению, речь идет совсем не об административном правонарушении. На мой взгляд, здесь имеет место также не только какие-то правонарушения гражданского характера, но и уголовно наказуемые деяния. Вот как мне видится здесь отчетливо 260-я статья Уголовного кодекса, то есть повреждение деревьев до прекращения степени их роста. Пока же, по заверениям местных жителей, виновнику лишь выписывают относительно небольшие штрафы. И вновь теперь уже депутат составил массу обращений в различные надзорные органы и вновь томительные ожидания. Таким образом, ситуация складывается буквально как в кино. Так что нет у вас методов против Коти Цапрыкина. Но если в фильме методы нашлись, то в нашей ситуации все буксует. В отличие от автомобилей, привозящих грунт и тракторов, которые его разравнивают. А местным жителям остается и дальше. Бить в набат и записывать ролики в защиту родной и такой беззащитной речки. Сохраните нашу природу и не убивайте ее. Члены инициативной группы видят на данный момент единственный способ остановить наступление экологической катастрофы. До вынесения каких-либо судебных и иных решений запретить завоз грунта. Но увы, прямо сейчас, когда вы смотрите этот сюжет, техника продолжает свою работу. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.